шалом вам дорогие друзья это программа 5 минут сороном левари и я рад сегодня быть в ваших домах я рад сегодня встретиться с вами через ваши телеэкраны или через ваши компьютеры друзья или iphone и ipad и пусть бог благословит вас обильно дорогие мои мы начали тему семьи и насколько эта тема должна быть важно для нас мы должны знать каждый из нас свою часть в семье друзья мы должны знать к чему нас бог призвал семья это завет между мужем и женой и бог почитает этот завет институт брака приходит с небес институт брака находится на небесах и прошлый раз я вам сказал что бог он дает он дает он он дает имя каждой семье на небе и на земле прошлый раз я говорил к мужьям сегодня я больше хочу говорить к нашим сестрам джонам это очень важно библия говорит в 1 петра в 3 главе также и вы жены повинуйтесь своим мужья чтобы те из них которые не покоряются слову житием жен своих без слова приобретаем и были я хочу сказать что это очень важно что что слово божье новый завет в особенности обращается к женам обращается к женщинам к девушкам и говорит повиноваться своим мужьям даже не верующим это очень важно даже не верующим почему потому что это откроет их сердца любить или влюбиться в господа прежде всего и быть приобретаем и господом и также любить вас дорогие мои сестрички вы знаете очень важно сегодня понять что жены мудрые жены они устрояют свой дом так написано в притчах царь соломон мудрый царь говорил об этом что мудрые жены устрояют свой дом и как вы можете быть мудрыми дорогие сестры вы можете быть мудрыми не только в словах но прежде всего конечно в словах но также и в делах ваше житье ваши поступки они приобретают ваших мужей для царства божьего также здесь написано что бог принимает сокровенный сокровенного сердца человека в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа что драгоценно пред богом вы знаете я встречал некоторых женщин и прошу прощения за это сравнение но они были как базарные женщины вы понимаете о чем я говорю наверно они кричали шумели я вам хочу сказать это не только не подходит женщинам но и мужчинам конечно же но женщинам особенно понимаете женщину бог создал она немощнейший сосуд это не говорит о том что муж может издеваться над женой жена молчит и ничего не говорит нет я говорю немного о другом когда женщины становятся базарными когда они начинают кричать когда они начинают шуметь это им не подходит женщину который принимает господь и благословляет его эта женщина кроткого и молчаливого духа это не говорит о том что ты не можешь говорить со своим мужем мудрая жена устрояет дом это говорит о том же что когда твой муж ошибается ты не можешь ему делать замечание при людях ты не можешь кричать на него ты до должна с ним зайти в эти внутренние комнаты но и там не нужно кричать на него и там посоветовать ему потому что дух совета особенно работает в жизнях моих сестер в жизнях жен бог сделал вас помощницами а помощница это так который советует ты не должна делать это вместо мужа ты не должна заставлять мужа это делать ты просто должна молиться за мужа и быть примером примером вот в том плане что ты уповаешь на господа и библия говорит здесь что вашим украшением не было внешнее плетение волос не золотые уборы нарядность или одежда и многие думают что не нужно за собой ухаживать нет нужно за собой ухаживать я не думаю что бог противится этому но прежде всего для бога сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа это драгоценно пред богом но также нужно ухаживать за собой потому что жены любят через то что они слышат мужья любят через то что они видят и вы не можете не ухаживать за собой вы должны и плетением волос заниматься как здесь написано по-библейски и одеваться красиво и ухаживать за собой потому что нужно это делать чтобы муж не смотрел на сторону но прежде всего вам нужно покориться истине и быть в повиновении у мужей это драгоценно пред богом не не кричать не шуметь но с мудростью приобретать своих мужей для господа и строить свой дом я верю что бог благословит вас вы найдете благоволение в его очах и через это вы получите любовь своих мужей потому что библия говорит нам всем покориться истине я благословляю вас во имя иисуса христа это была программа пять минут сороном левари будьте вместе с нами и пусть благословение господня посетит ваши дома шалом вам из иерусалима